Здравствуйте, уважаемые друзья, слушатели, зрители! Сегодня я отвечу на такой вопрос, это как бы даже группа вопросов, которые волнуют многих. Многие об этом пишут. Зачитаю одно типичное письмо. Доброе время суток, Юрий Андреевич. Давно мучил такой вопрос. Вот есть люди, называющие себя бодибилдерами. Их рацион это килограммы жареного мяса, творог, молоко, яйца, сложные углеводы, много риса, макарон и немного тушеных или жареных овощей и бананы. Потом они едят химию из банок, но имеют сюда аминокислоты синтетические, вот эти питания для бодибилдеров. Таким образом, они достигают таких мышц относительно, не болеют всеми всевозможными онкологическими, не только болезнями. Выглядят тоже относительно хорошо. В чем загвоздка? Благодарю за ответ, Валентин. А загвоздки здесь на самом деле никакой нет. Действительно, кажущиеся есть противоречия. Вроде, если мы понимаем, что мясо это несвойственный, так сказать, продукт для человека, что несомненно так и есть. Более того, мясо это что? Белки. Понятно. Белки, ну, разумеется, не только белки, но говоря о мясе, мы говорим о животных белках. Так, животные белки являются антигенами для организма человека, кто бы как ни хотел. То есть, если они в цельном виде, не переваренном, попадают в кровь через тонкий кишечник, а всегда какое-то количество молекул цельных белков обязательно не переварится, не в желудке, не в двенадцати перстной кишке, а пройдут тонкий кишечник и всосутся в кровь в виде цельных белковых молекул. Тогда возникает реакция антигена-антитела. Антитела в огромных количествах, лейкоциты и другие фагоциты, вырабатываются нашей иммунной системой, и белковые молекулы, свободные вот эти белки, поедаются, уничтожаются, образуется трупный яд в организме, гной. Значит, превращается это все в гной. А не все выводится из организма, откладывается часть на виде дегидрированных каловых камней в толстом отделе кишечника на складках. Это любые полости нашего организма, гайморовые пазухи, это легкие нижние доли, а также даже в межклеточном пространстве. Вот мне писал один человек, сейчас не могу найти письмо, там страшное, там даже подкожный гной откачивали. То есть вот система выведения не справляется, гной уже где можно отложился, и уже под кожей, ведь кожа это вторые почки, и кожа, вот почему бани так полезны? Потому что бани очищают лимфу, подкожные слои, вот это все выходит частично, яды, токсины, шлаки, все выходит тоже через, не только с мочой и почки этим занимаются, но и кожа. Это вторые почки, недаром называют нашу кожу. У некоторых вот гной уже под кожей скапливается. Значит, всему есть своя причина, как я вот говорил. Значит, дело в том, что если взять одних и тех же людей, ну, они будут, ну, скажем, на сыроедении, есть одни и те же продукты. Вторая группа людей при этом, да, они будут есть, но вести малоподвижный образ жизни. Третья будет на природе. Не в городе будет на природе, но будет вести тоже малоподвижный образ жизни. А есть одно и то же. И третья группа будет то же самое есть, быть на природе и заниматься активным образом жизни, заниматься физической активностью. Не обязательно, это спорт. Это может быть там с утра до вечера ящики из подвала носить, так сказать, в огород и так далее. Ну, и четвертая группа, значит, одно и то же. Питание живое, пусть в городе, но они на природе, но активный образ жизни. Лучшие результаты получит группа, которая будет есть живую растительную пищу, при этом жить на природе и заниматься активной физической работой, нагрузками. Значит, самый плохой будет результат у тех, кто живет в городе, питается пусть даже живой пищей, но ведет малоактивный образ жизни. Всегда те, кто ведут активный образ жизни, организм как бы спрашивает, для чего? Если это надобность есть какая-то, вот человек нудно выполняет, ведь бодибилдеры, они каждый день в зале занимаются штангами, с грузами, они как бы дают указания организму, что это зачем-то нужно. Но если это зачем-то нужно, от мышц поступают сигналы в мозг, идут реакции гормональные, ферментативные, значит, весь организм перестраивается на нужды, которые заложила мышечная активность. Зачем-то это надо. Значит, не важно, чем человек в этот момент питается. Практически не важно. У него будут крепче мышцы, больше в объем или меньше, это зависит уже, потому что, кто, поверьте, те, кто занимаются и добиваются огромных фантастических результатов в плане рельефности и огромного объема мышц, они обязательно потребляют анаболики, гормоны, значит, естественно, вот эти синтетические аминокислоты, где все вы... Безусловно. Вот смотрите еще. Вот человек поел мясо, плотной еды такой, у него тяжесть, сонливость. Ну, никто себя через силу заставляет, а вот надо заниматься. Вообще в обычном состоянии. Обычный человек поел эту пищу тяжелую, у него сонливости. Почему? Энергии не хватает, потому что эта пища не дает энергии, напротив. Нужно очень много потратить организму энергии, чтобы разобрать как-то, расщепить, вывести эту пищу из организма, потому что она мертва, тем более, если она вареная. Если она вареная, донатурированные белки разрушены, первичная структура белка разрушена, ДНК расплавлена, это плюс 70 уже происходит, первичная структура белка разрушает. И человек, потребляя эту пищу, он не получит из нее фактически ничего, если только, конечно, он не будет как-то частично компенсировать это высокими физическими нагрузками. Вот вспомните лекцию, кто не смотрел, обязательно посмотрите, у меня в блоге есть, доктор Сарксян, 40 лет он на сыроедении, ну, армянин, очень умный, интересный человек, вот он недаром говорит, и вроде бы парадоксальную вещь, на самом деле здесь нет парадоксальности, что тем, кто ест, кто ведет активную физическую работу, подвижный образ жизни, там, ну, условно, в день яблока достаточно, а кто ведет, вот, мало подвижный и так далее, и трех может быть мало, да, наоборот, то есть кто ведет активную, энергия берется не только из пищи, есть еще энергия эфира, которая берется, трансформируется, в том числе, в энергию химических связей, этот процесс трудно постижим пока до конца, объяснить научно трудно, но вот сами посудите, вот человек поел тяжелой пищей мяса, вареного, наелся, ему тяжело, еще есть после сытного обеда, полагается поспать, эти дедские выражения, то есть пища нам энергии должна давать, а тут наоборот, еще поспать полагается, то есть нажрался, чтобы получить наслаждение мнимое, а дальше это надо переварить, тяжесть правильно, потому что энергии ты должен, наоборот, откуда-то взять, чтобы это хоть как-то переработать, вывести. Человек поспал, и сил вроде больше, почему? Потому что дается энергия, помимо энергии вот этой химических связей, через пищу, еще энергия через сон, особенно ночью, ну, вообще через сон, через состояние покоя, из, предположительно, из энергии эфира, полевых структур, вокруг которых, где мы живем, собственно, мы не видим их, но эфирное тело существует, приборы это показывают, уже даже наука это все доказывает, а уже эзотерики знают это, да, всю жизнь, и когда-то наши предки также, естественно, знали, так вот, можно получить, разумеется, энергию, силы, но вот строительный материал, разумеется, может быть трансформация, для этого надо очень много энергии потратить, энергии химической связи, ферментов, чтобы изменить пространственную конфигурацию белковых молекул, мертвых, чтобы разобрать белки, собрать из них новые белки, какие нам нужны, это возможно с огромными энергозатратами, конечно, при этом необходима и зелень, и я думаю, не все молди-билдеры едят только это и больше ничего, возможно, они пьют соки, что, конечно, в большей мере способствует хоть какой-то компенсации, потому что там много энзимов, ферментов, энергии, кто-то зелень немного ест, значит, при этом, и у всех результаты, разумеется, у кого-то худше, у кого-то лучше, но есть еще такое понятие, как потенциал вот многие слышали запас прочности, вот, допустим, спортсмены всю жизнь тренируются, они на любой, поверьте, еде, практически на любой, если с себя человек, вот главная цель, идея, и он идет, сломятся, стены через нее, он добьется практически на любом питании, и вот спортсмены, но стоит закончить им вот такую активную, мощную тренировку, как они сразу начинают обрюзгивать, сразу, болезни, сыпется, как из ведра, сразу, вот, если человек перестает заниматься большим спортом, это почти вот у всех так, почему? Ну, потому что его поддерживало не то, что он правильно питался, любил образ жизни, а потому что он максимально мобилизовывал вот этой надобностью, которую организм очень чувствует, задачей четкой, мобилизационной, все свои потенциально возможный запас прочности, понимаете, вот этот запас прочности, данный нам на столетие, человек может израсходовать за десятилетие, сейчас уже того меньше, вот это вот основная вот такая вот причина, так что разобрать белки, даже вареные в какой-то мере, и частично усвоить, частично можно, поэтому они горами их едят, чтобы частично усвоить, они, конечно, больше, если есть такая задача, вот мышца, он дает большую нагрузку, сигнал мозг, мышца крепче должна быть и больше, чтобы поднять еще, он же на пределе, на пределе вытягивает определенный груз, значит, увеличить нужно возможность мышцу нарастить, это все, весь организм работает на это, но поскольку, во-первых, еще плюс, как у тех, кто занимается активным спортом, у них нагрузки на разные группы мышц, у них, вот даже если забиты кровеносные сосуды, они сильной нагрузкой на всякие многочисленные группы мышц, как бы это вам сказать, но продавливают вот эти вот микрозасоры в сосудах, в капиллярах даже, то есть у них повышенная сердечная деятельность, то есть ускоренное сердцебиение, опять-таки, то паузы, то опять повышенные нагрузки, то бег, то ли еще какие упражнения силовые, сердце на максимум работает, прокачивает в большей степени, это каждый день, каждый день тренировка, то есть засорение и очистка, разумеется, когда мобилизуется организм на активную работу, у него система выделения мобилизуется, но, к сожалению, эти люди кранут у себя вот эти потенциальные годы жизни, к сожалению, поэтому правильно, некоторые говорят, что всю жизнь-то надо заниматься, и опять-таки какую, потом человек просто берет и сгорает, как пример, ну, что это я имею в виду, ну, вот, например, один биолог мне рассказывал, один человек приехал там откуда-то с Алта или там даже с Восточной Сибири, он с собой этого женьшеня привез там натурально, все, ему туда поставляли, он его принимал до 70 лет, вот он летал больше, чем там молодые, таскал те же грузы, все мог, каждый день принимал, пил этот женьшень, настойки делал, молодо выглядел, моложаво, энергии было, и буквально с 70 лет за один год просто инвалидом стал, просто все, выскочил, то есть он истратил потенциал жизненной энергии, вот как доктор, фамилию я не помню, у меня в блоге есть, 98 лет, которому кардиохирург, врач, профессор, он говорит, говорит, я стараюсь вести размеренный образ жизни, не перенапрягать свои силы, потенциал, свои энергии не тратить, он очень важные мысли сказал, конечно, кто ведет эмоционально спокойный образ жизни, у него больше потенциал, и возможности до очень глубокой, так сказать, условно назовем старости, в общепринятом понимании, сильно за 100 лет прожить, при равных прочих, то есть неупотребление животных белков, как он уже 50 лет, полвека не употребляет, размеренный образ жизни, отсутствие стрессов по возможности, все факторы влияют, так что в принципе я полагаю, что на этот вопрос я ответил, таких действительно вопросов приходит масса, и нету здесь ничего удивительного, возможно, но мы тратим потенциал, идет раскачка, все возможности организма, ну, работают на наращивание мышц, и на выделение токсинов, а токсины, конечно, не в такой степени задерживаются в организме, поскольку все группы мышц работают, даже маленькие, которые у обычного человека, ведущий, ну, сел, встал, пошел на работу, пришел, у него работают не все группы мышц, а тут и все отделы пищеварительной системы имеют, испытывают постоянные от мышц нагрузки, давления в разных плоскостях, то есть, естественно, идет лучше межклеточная циркуляция крови и очистка в этом плане, то есть, это такая палка о двух концах, то есть, они добиваются результатов, это верно, но путем большого, скажем, уничтожения вот этих возможностей, сжигания своей жизни быстрее, посмотрите, обменные процессы ускоряются. У нас ведь каждая клетка, я об этом где-то говорил, вот когда в 96-м обнаружили вот эти теломеры, колпачки такие защитные на хромосомах, и поняли, что вот есть 50-60, так сказать, этих мембран, грубо говоря, каждая исчезает при одном делении клетки, то есть, меньше становится, и, собственно, вот этих 50-60 циклов деления по два года в среднем клетка делится, кроме раковых и стволовых, с асимметричным типом деления, те вечно могут делиться, эти же любые другие клетки тканей органов имеют определенный ресурс. И вот он, примерно 50-60 делений, ученые установили, то есть, это где-то 120 лет, но они считали на людях, идущих обычный примерно образ жизни, более-менее условно здоровый, ну, не пьют, не курят, но тем не менее. Но есть же процессы, которые могут позволить ускорить этот процесс, и жизнь клетки меньше станет, то есть, питаться высококалорийной пищей часто, тогда обменные процессы ускоряются, температура тела увеличивается, клетка может жить не два года, там, скажем, пять месяцев, шесть, да, может, может, и меньше, может быть и обратный процесс, человек переходит на сравнение, особенно моносравнение, у него уменьшается температура тела, сокращается количество сердечно-сосудистых сокращений, то есть, сокращение сердечной мышцы, потому что уже не нужно столько кислорода, чтобы обеспечить органы и ткани таким большим нужным количеством кислорода, потому что окислительные процессы медленнее идут, потому что не нужно столько, чтобы кислорода, и не нужно столько питательных веществ, которые разносятся постоянно и выносятся продукты распада из клетки, это все через кровь идет, Нет такой нагрузки огромной, ненужной. И клетка живет дольше, потому что процессы обменные замедляются. Она может жить уже не 2 года, 3, 4, 5, 6 лет, и это уже, извините, 300 лет или больше. И это есть, и это тоже нормально. Есть же, никого не удивляют такие заболевания, как прогирия, когда человек, ну, например, раз в 10 или в 15 быстрее стареет. И даже ребенок 8 лет, он уже как 80-ти или 100-летний старик, скажем условно так, выглядит, и биологическое его функционирование системы органов на таком возрасте аналогично. Этот процесс, врачи говорят, мы не понимаем почему, это какое-то генное заболевание. Есть такая аномалия условно, таких детей немного людей на планете. Но есть и обратный процесс, когда даже человек, ведущий нездоровый образ жизни, на что любят ссылаться, любители выпить, покурить и пожрать всего, все что угодно, а вот, мол, значит, ничего не зависит. Мол, есть 100, там, 30 лет или 150, а он и курит, и был такой в Иране или в Египте, один там 160 чуть ли не лет, а он пил, курил. У него другая особенность, другой уже сбой генетический, но с другой стороны. То есть, противоположная сторона прогирим. Давайте будем равняться на одного из пяти миллиардов или шести. Это же абсурд, абсурд. Но эта возможность есть? Есть. И человек, который за разум взялся, который понял, что зачем терять огромный потенциал свой, ну, не нужно нам столько мышц. Мы считаем это красивым или каким-то самоудовлетворением каких-то амбиций, значит, показать, вроде как все знают по картинкам, глянцам, фильмам, что это круто и красиво, и надо выставить на показ тело вроде, так сказать, что-то... Ну, не заменит это никогда ни ум человека, ни его, тем более душу, тем более, насколько он хороший человек или плохой, это никакого отношения не имеет. Защитить себя из силы. Ну, так сила, это она важна, там, для мужчин особенно. Но это не обязательно иметь огромные мышцы. Структура мышц еще важна, и крепость. Некоторые люди, как ни качайся, без всяких там искусственных синтетических гормонов, стероидов, там, они не могут, так сказать, накачать слишком большие мышцы. Ну, они могут огромную силу получить от упражнений. Но для этого не обязательно заниматься штангой. Для этого можно заниматься в огороде, носить дрова, бревна. Вспомните, о чем я говорил несколько дней назад. Тут будет ролик, где про долгожительство. Там описана история, которая рассказывает в своей книге «Каненков, великий русский скульптор», где вся деревня, его прадеды, там, сколько братьев, пять или шесть было, были, говорит, как кони, их еще называли. Зачем им кони? У них не было лошадей, они построили все дома, все на себе таскали. На себе, без повозок. Они сами, говорит, как кони. Были, сдам, они что, качались где-то в качалках? Нет, но они были посильнее любого современного бодибилдера. Как я рассказывал, был мужик под Нелидова, так сказать, вот дед после войны. Так вот он огромной лапой своей, так сказать, вот нож вытащил, когда там свадьба была. Ну, я не буду сейчас повторять. Все нажрались, он делал, не любил. Стол огромный, там, человек сорок за ним сидит. Ну, стол, наверное, больше ста килограмм, и еды, наверное, столько же. Он в стол, нож огромный, по своей ручищей, вот там втыкает и поднимает на вытянутой руке. Никто такого сейчас не сделает, ни один бодибилдер. Он что, качался? Нет. Здоровенный генетика, конечно, народная уничтожена практически. Практически. Я одного видел, и о нескольких слышал таких только людях, которые, вот, как раньше, описание сплошь и рядом во всей Руси, в каждой деревне. Богатыри, крепкие, сильные, это, ну, они, никто не качался. Ну, бочками они качались, там, носили коромысла. Были женские, а знаете, что были мужские коромысла какие? Я вот видел такие. Это бочки по 150 литров воды. Две бочки вот так мужик брал на огромный этого коромысла и вот так нес. Такое было. Вот где они сейчас? Нету. Ну, в общем, короче говоря, понятно, что бодибилдинг и это суррогат, городской суррогат естественной нормальной жизни. Энергии придает, потому что раскачка идет организма, разумеется, а теперь, любовь, вот бегать по утрам, и человек тоже энергии в себе больше почувствует. Ноги, мышцы ног будут крепче. Ну, плечевых, так сказать, плечевые группы различных мышц будут тоже крепче. Ну, все, где работают мышцы. Носите ящики, как он в порту работал с детства, так сказать, Иван Поддубный. И он что, в борьбу пришел? Он тренировался для борьбы? Да нет, ну, в деревне дрался, там, или борьбу устраивали, так вот, стенка на стенку. Ну, он откуда такую силу имел? Ну, генетически, да. Ну, питание он вегетарианцем был, разумеется. А также он откуда такую силу? Ну, потому что он занимался физической работой, активной. И в огороде, когда там в хозяйстве от своего деду помогал, а потом в портах, так сказать, вот, в портах, вернее, занимался, значит, разгрузкой, загрузкой ящиков, коробок и так далее. Вот все это влияет в совокупности. Так что можно активной физической работой в огороде, в хозяйстве, в переноске грузов там по хозяйству и так далее, иметь хорошую физическую форму активности и долговетия. И будет плюс еще на пользу, представляете, сколько энергии тратится в пустую, чтобы тягать штанги, гири и полезного труда никакого на выходе. Как же можно такую силу и упорство применить на пользу родине, на пользу, ладно, себе, семье, своему хозяйству, да, например. Ужас, что людей, конечно, согнали так города, что так изменилась подмена, вот понимаете, вот этой нормальной жизни человеческой на вот эти вот суррогатные фитнесы, бодибилдинги, какая-то глупость. Здесь вот сколько сотен тысяч людей работают, ну, как сказать, впустую, не впустую. С одной стороны, конечно, физически, если сидишь вот в офисе за компьютером, больше ничего не делаешь, домой пришел телевизор, да, это выход. Это выход, спортзал, это понятно. Но это суррогат нормальной жизни, нормальной, где не тратится время впустую. Ты работаешь в огороде, каждый крестьянин философ был. Он работает и думает, размышляет, так сказать, и пользу делает. И для хозяйства, и думает и на природе, и здоровее, и дольше проживет потенциал. Ну, конечно, это лучше. Так что эффект будет от занятия культуризмом, бодибилдингом, но... Поэтому вот многие современные бодибилдеры, все-таки, которые уже получают информацию, разумные люди, например, воевода, я очень уважаю, особенно, что слышал, что говорит этот человек, и умный человек, и огромной силы. Перейдя на сыроедение, на живое питание, постепенно начал очищать микрососуды, клетки уже от тех шлаков, которые не выводятся. Структура мышц изменилась, он еще больше стал, возможность появилась, еще тяговые усилия, возможности организма поднялись. То есть, он еще чуть ли не на 100 килограмм стал больше поднимать, или еще даже больше, чем на 100. Это вполне понятно. Так что, сколько существует в мире бодибилдеров, культуристов, армрестлеров, которые на живом питании, ну, либо веган, либо сыроеден. Возможности организма другие. Кам просто надо, тут ты веришь в себя априори, а тут еще некоторые сомневаются. Вроде на сыроедение начинают, что-то не получается, они сомневаются. Полдела – это уверенность в себе. Если ты знаешь, что ты прав, идешь правильным путем, там результаты могут быть несоизмеримые, чем с скачками, которые вот заедят эти порошки, все синтетические аминокислоты, что, разумеется, не истят в почке, выкинут потом. Понимаете, сначала все нормально, организм молодой, сколько ребят молодых пишет, я спортом занимался, об этом тоже надо думать. Вы знаете, сколько мне пишут этих людей, говорят, я просто уже то в 25 лет уже 5-6-7 заболеваний, в том числе автоиммунные. У кого-то уже и почки вышли из строя. То есть, это все очень серьезно. И, значит, это надо иметь очень генетически крепкий организм, чтобы он это выдержал и, так сказать, добиться высоких результатов. Нужны ли они? Думайте сами. Ну, я рекомендую, что лучше с пользой проводить это время и силу развивать с пользой. И детям, например, показывать, что вот хозяйство, вот твоя родная земля, вот, так сказать, ты своим трудом это вырастил, сложил, это, так сказать, тут дрова порубил, полейницы, сады посадил, починил сарай, или, так сказать, вот дом построил. Ну, это все. Это такой стержень будет заложен у ребенка, что, понимаете, это уже, вот почему надо было уничтожить вот русское село, преемственность поколений, согнать их города, чтобы люди были оторваны от корней, от природы, от рода своего. Как бы Иван, не помнящего родства вот именно стали. Им ничего не дорого, не свято не будет. Они уже не вспомнят, что как все вообще растет, меняется, как от тебя зависит, что ты хозяин на земле. Ведь чувство хозяина будет уничтожено. Ты в квартире, да, ты вроде хозяин, у тебя бумажка лежит, твоя бумажка, бумажка, что собственность есть. Но какая это сила духовная? Никакой. Когда ты, земля, и ты на ней полный цикл можешь сделать, прокормить себя семью, возникает чувство, которое несоизмеримо ни с какими владениями, миллионами, банками, заводами, газетами, пароходами. Никогда. Это все может в пыль прах превратиться. Это иллюзия на самом деле. Да, временное обладание. Но если ты знаешь, как жить на земле, ты почувствовал вот этого настоящего хозяина в себе, творца, это чувство несоизмеримо ни с чем остальным. Поверьте мне, несоизмеримо. Только тогда человек может быть в полной мере счастлив, либо близок к этому чувству. Если он свободен, а он может быть свободен, когда он хозяин, он станет на земле своей и произведет полный цикл или несколько жизней, уклада, семена, из семян плоды, плоды потребуют. Это гармония. И это же не только питание, это же тоже целый образ жизни. А он строится по свету, по солнцу. Это циклы природные, естественно. Это, соответственно, праздники природные, когда человек благодарит природу за дары ее, за помощь, за взаимосвязь. Мыслеформа тоже все влияет. Установка наша. Это все очень сильно. Раньше люди мыслью коллективной меняли моментально засуха, дожди вызывали. И это никакая не фантастика. Я лично знаю людей, я знаю примеры даже. Более того, у нас в поселении Ирина есть, вот у нее мама, ей 85. Она рассказала, когда была девочкой, как лично она видела, в чем выросла она, ну, понятно, что условно-батеистическом обществе, так сказать, все понятно. Она видела, как все это происходит. Конечно, жители старики, вот деревни, зная эти обряды, зная вот эти вот условные заклинания, умея вместе, объединившись мыслью вызывать дожди, это делали. Тут, собственно говоря, немножко я, конечно, отклонился от темы заданной читателем, но тем не менее оно все так связано между собой. Стоит ли? То есть надо задуматься. А результаты, да, люди могут по-разному добиться, но будут ли они долгосрочные, дадут ли они побочные эффекты? Когда дадут? Не вечен организм человека, зачем его напрасно насиловать? Зачем изменять себя до неузнаваемости? Ну, когда есть альтернативные способы чувствовать себя хорошо, приносить пользу себе и родине, своему семейству, показывать хороший пример, увеличить производительность действительно своего труда, реального. Сейчас у нас и так ничего не производится. Это же страшное дело. Все закупаем, все покупаем в магазинах, существуем на каких-то иллюзорных началах. То есть нужно сейчас в офис эти деньги, это все непроизводительный труд. Вообще миллионы людей занимаются непроизводительным трудом. А для этого надо, чтобы один человек прокормил вот эти 100 тысяч или миллион на сверхгигантском комбайне, в несколько этажей размером уже, который тысячами гектар проходит, пашет, сажают ГМО культуры, которые вырастут в любом случае, засуху или не засуху, неважно, соберут и накормят. Накормят. Чем? А что будет через год, два, десять лет? Что через поколение будет с народами? Вырождение и контроль полный. Как потому что все свободу забыть, так гайки закрутят. Поэтому землю надо осваивать, землю и трудиться на земле, качаться на земле, показывать пример этим, выращивать, пропагандировать здоровый образ жизни, жизнь на природе, на земле. Поэтому призываю, люди, объединяйтесь в эко-поселение, собирайте единомышленников. Езжайте на землю. Это не значит, что надо терять связь с городом, с родными, ни в коем случае. Наоборот, вы должны показать пример другим, что не только можно, а нужно и лучше жить на земле, и интереснее, и здоровее. И ты хозяин себе, и без всяких иллюзий. Можно, конечно, погрязнуть, смотреть эти компьютерные игры, сутками играть и стать зомби. Сейчас есть игры, где деньги должен наносить, из семьи тащить. Это, ребята, там это ужас, что происходит. Ужас, но всего лишь жестким, так сказать, волей родителей от этого можно упустить время. Это очень, очень опасно. Вот к родителям обращаюсь. Можно упустить. Нужно сделать решительный шаг. Ничего без решительного шага. Ребенок сам, ничего не сам. Родители за ребенка решают. Только родители. Если они не идиоты, они правильно решат. И ребенок потом поймет, он потом скажет, поблагодарит родителей. Когда увидит другие примеры, до чего доводит, когда на самотек все пускают. Становится либо наркоманом, либо игральным наркоманом, либо натуральным наркоманом. Алкоголиком тоже наркоманом, соответственно. Понесет в разврат, понесет. И дальше уже нет человека. Я уж про болезни не говорю. Если доживет, до болезни. А сейчас уже до болезни многие не доживут. Так что нужно думать, проявлять здравомыслие, объединяться в клубы, в группы по интересам. Обязательно в поселение. Вот в эти движения интересные, так сказать, основанные на здоровом образе жизни и на жизни на природе. Можно все разумно сочетать. Почитайте, я рекомендую великого человека, его книга. Это Генри Форд «Моя жизнь, мое дело». Где он уже больше 100 лет назад сказал, что вот эти города 100 лет назад, все гиганты, Нью-Йорк и прочее, неестественное образование на теле земли. Что так люди не должны жить. Он предвидел, к чему это приведет. Он говорил, надо жить в сельской местности. Чтобы было свое хозяйство, чтобы люди были независимы. И иметь маленькие производства определенные. Когда в зимний период, когда есть время, люди делают что-то, объединяются в артели, коллективные хозяйства. Он говорил примерно о том же, что и у нас было в советское время. Но в другом экономическом аспекте тут не суть, психологическо-экономическом. А в одном и том же. И перераспределение труда дальше уже где-то в городах собираются просто в звенья вот эти вот отдельные элементы, когда образуются какие-то крупные глобальные производства из отдельных мелких хозяйств. Все они живут. У них есть один вид дохода, другой третий. Они крепкие, самодостаточные. Ничто не страшит таких людей. Благодарю вас за внимание. Начал с одного, закончил другим. Но, наверное, все-таки все взаимосвязано в этом мире. Я очень надеюсь, что вы и ваши знакомые, кто смотрит, кто еще посмотрит, задумаются над этими важными вопросами. Общими вопросами бытия нашего. Благодарю за внимание. До новых встреч.